Ребята, всем большой привет! Подходит к концу моя аспирантура, я заканчиваю в конце этого года, и в течение всей моей учёбы я подрабатывала помощником преподавателя на практикумах, как у бакалавров, так и у магистров, и совсем скоро начинается практикум для магистров по ферментации, на котором я буду ассистентом преподавателя, и я бы хотела показать, рассказать вам, как я подрабатывала всё это время, будучи аспирантом в моём университете. Вообще, должность помощника преподавателя здесь в Англии называется teaching assistant или demonstrator, но я буду называть это демонстратор. Вообще, суть моей работы в качестве демонстратора заключается в том, чтобы я присутствовала на практикумах, это обычно от 20 до 150 человек в лаборатории или в двух лабораториях, если много студентов на практикумах, то это несколько демонстраторов, если там 20 человек, но это два демонстратора, может даже один справится. И мы ходим между рядов, смотрим, правильно ли студенты соблюдают технику безопасности, правильно ли они следуют протоколу, если у них что-то не работает, мы починим, если они что-то не понимают, мы им объясняем, потому что на один практикум обычно приходится один преподаватель, но, конечно, со всеми 150 не справятся. У нас в университете Бармингема преподавать могут только PhD студенты, и я так понимаю, университет это делает для того, чтобы у нас, у аспирантов, появился хоть какой-то опыт преподавания, плюс ещё мы очень близко по возрастной группе к этим студентам, и они не так боятся спросить или показаться глупыми, задавая глупый вопрос перед нами, нежели чем перед преподавателями, которым там по 40-60 лет. И плюс ещё PhD студенты, они могут поделиться опытом с этими магистрами и бакалаврами на практикумах. Мне очень часто задавали студенты вопросы о том, чем я занимаюсь в аспирантуре, как я туда попала, какой тип финансирования у меня, есть ли там у меня опыт в индустрии, он у меня есть, и я бы уделила своим опытом с ними. И всё это, конечно же, не бесплатно, нам платят на этих практикумах примерно 14 фунтов в час, и перед всем, как начинается семестр, нам рассылают расписание вообще всех практикумов, и желающие, перед студентом, кто хочет, они это расписание смотрят и выбирают себе практикумы, на которых они хотят ассистировать. Позднее составляется расписание уже по PhD студентов, кто на каком практикуме во сколько стоит, и вот мы приходим, отрабатываем свои часы. И у нас в университете обычно дают по 25 часов, каждому PhD студентов нет проблемы с тем, чтобы дать тебе меньше, есть проблемы с тем, чтобы дать тебе больше, потому что очень много студентов хотят так заработать. И вот если человек получил 25 часов, то это обычно 5-6 разных практикумов, которые разбросаны по 5 месяцам. Это только с этого семестра. Но в прошлых семестрах не было вообще никаких лимитов, и у меня были такие семестры, в которых я работала по 60 часов в семестр, и это было очень классно. Практикум, который я веду, он длится 2 недели. И этот практикум для магистров по ферментации, я этот практикум вела 2 года подряд, и вот это 3-й год, который я его веду. И мы будем выделять рекомендантный белок, который называется GFP, и студенты будут учиться работать с плазмидами, с биореакторами и вообще с другими студентами, потому что этот практикум они делают в группах. Практикум будет очень насыщенный, двухнедельный, и в первую неделю студенты будут пытаться понять, какие условия, какой PH, какая температура лучше всего для выделения белка, и потом, общаясь друг с другом, делая выводы между собой, они должны прийти к тому, какие параметры лучше всего подходят. И во вторую неделю они будут заниматься выделением вот этого белка уже по тем параметрам, которые они стандартизировали сами, вот в эту первую неделю. За неделю до этого большого практикума у нас будет встреча с преподавателем и всеми демонстраторами, которые будут в этом участие принимать, и мы будем обсуждать эту практику, задавать вопросы преподу, если что-то будет непонятное, и он как бы от структуры на всю проговорит. И насколько я поняла, мы будем собирать новые биореакторы, которые там завезли в университет, но это будет известно только ближе к практику. Итак, сейчас время 8.30. Я пытаюсь совершить попытку выходить из дома. Мой обычный рабочий день, он начинается тогда, когда я проснусь. Вот, я прихожу на кампус около 10-10.30 и сижу там, пока не хочу пойти домой. Это там, может быть, 3 дня, может быть, 5 вечера, может быть, 9 вечера я недавно уходила, потому что мне там хорошо сиделось и хорошо писалось. Я пишу диссертацию. И в этом семестре я веду практику, который начинается с 9 до 6. И мы будем работать с студентами с маленькими биореакторами, которые называются пиореакторами. Я пытаюсь загуглить это слово на русском, но не получилось, потому что только одна компания делает эти мини-биореакторы, которые пиореакторы. Сегодня мы будем их собирать, подключать и смотреть, какие трэблшутинги мы можем сделать, чтобы не было проблем на настоящем практике, который начнется на следующей неделе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я считаю, что меня официально можно признать матерью маленького биореактора. Ну, всё, я собралась, вышла, позавтракала и готова пропедавать. Вот. Но сейчас половина седьмого, на улицах вообще никого нет, ни души. Я видела только один человек, гуляет собака, один человек бежит, вот один человек впереди меня идёт. Вот. Это я 10 минут ходила. Ну, я просто никогда не устала. Нысь, мне кажется, по поводу того, что пара ставит рано, в 9 часов начинается, в практику в 6 заканчивается. Типа, ребят, ну, давайте начнём в 12.9, закончим. Так гораздо всё больше, счастливее будут. И так угадайте, кто это пришёл на работу сегодня самый первый. Все... Ой, нет, уже 8.30 утра. Конечно, я. Вот. Сейчас я, короче, почитаю протокол. У меня как раз есть минут 20, где сделать, может быть, чай. И я пойду вести свою последнюю практику. Сейчас 4. Всё. Я наконец-то грею свой латч. Время 2, время 3. И было очень много проблем. Я была очень занята и очень мало снимала. И сходила к каждому и говорила, что вы делаете? Может быть, вам стоит что-то другое поделать? Может быть, вам так надо сделать или не иначе? Потому что здесь, на практику, в отличие от российских стандартов, людям можно совершать свои собственные ошибки и учиться на них. Вот. И вот моя роль как демонстратора, она заключается в том, чтобы навигировать ребят в правильное нужное русло. и этот протокол, по которому мы, в принципе, работаем, премьерный, он очень новый, очень свежий. Инструкции были даны очень расплывчатые и все всё перепутали, в том числе и мы. Вот. Поэтому мы очень много переделали. Ох. Наконец-то. Готомая, прекрасная польская еда. Только посмотрите на них. Картошечка со свеклой. Вот. Ну, вообще, я очень устала. И студенты сегодня должны были сделать среду жидкую и проавтоклавировать. И у них было время с 9 до 12 это сделать. Но они пропустили, конечно же. Они сделали всё только в 2 часа. И все автоклавы, они уже как бы были использованы. Вот. И поэтому я предложила свой автоклав, который у нас есть в лаборатории, используя для автоклавирования средств. Вот. Но автоклав-то маленький. И нифига туда не помещается особо. Поэтому туда поместилось процентов, наверное, 20. Всего что, может, 25. Из-за того, что мы должны проавтоклавировать. Должно было быть вообще проавтоклавировано. Вообще не мной. Да. just for the record, окей, хочу сказать, что у меня этот глаз выдергается. Вот это может быть невинно, но я чувствую целое утро. Это потому, что я встала в 6. Вот какие издевательства просто. Надо мной. Пойду проверю автоклавчик, потому что вроде бы уже 15 минут на 127 градусах это всё пробовало. У нас автоклав сломанный, поэтому приходится это всё вручную нагревать, следить, сколько времени там на 120 градусах это всё пробыло, выключать, понижать давление и всё такое. Так, ну, возьму. Пора время выключать. Так, выключился автоклав. Расключаем вот эту вот штучку, убираем давление. Давление уже почти, почти упало. Астана со всем 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 итак, мой рабочий день подходит к концу. Вот так можно посмотреть мой аутфит. Все демонстраторы, они вот в таких вот синьких халатиках. Я уже доработала и опять и домой уже скоро. Вот это моя лавра, туда уже все ушли почти. Ну, на что все ушли? Всё, я закончила наконец-то, иду домой. время восемь, о нет, еще шесть, но чувствуется как восемь. сегодня у меня вот такой вот образ мяско и, конечно же, в этот раз я взяла с собой мачо и очень много шоколадов. Так что сейчас подкреплюсь и снова пойду работать на этой потрясающе прекрасной работе, которая мне очень нравится. десертация. Ну вот и настали последние деньки моего демонстраторства. Сегодня и завтра последние дни, когда я работаю со студентами, и это все очень трогательно, очень, конечно, грустно, и после вот этого всего я начну уже более сконцентрированно писать свою диссертацию. Но что готовят мне эти денежки, вот эти два, я не знаю, потому что в прошлый раз, на прошлой неделе, которая была у нас типа подготовительная к вот этому большому выделению белка, у нас был план, которого мы не придерживались, и все было достаточно экспромтом и спонтанно. На этой неделе в группе не было никаких обновлений, емейлов я не получала, что будет какой-то апдейт, то, наверное, будем следовать протокол. Протокол используя что-то с очень маленький Трай и держи это под внизу и лиск и лиск и лиск и лиск и лиск лиск очень внимательно, очень внимательно. А очень внимательно. Подальше. Помните не прощает. В этом месте мы увидим что-нибудь. Пишите джевель на низкой задушке. Пишите обзор на низ. И чуть-чуть подбежал ней. Может быть, высп甘ся немного от удовольствиями. И овтору надо дать здесь. Пошла домой, наверное, часов 7 сейчас. Сейчас уже 9, и я вот так лежу, как пришла, я так лежу, в принципе, на кровати, и только сидела в телефоне, больше вообще ничего не делала, потому что я что-то капец как устала, сегодня был такой долгий и тяжелый день, и я сейчас буду закрывать глазки и просыпаться в новый дивный и светлый мир, вот, поэтому конец сегодня. Ну вот и наш самый последний денёшек. Еще, наконец, начало время ланча, последнего, в качестве демонстратора, пойду, возьму себе огромный, огромный какой-нибудь кусок глаз из леса. К нашему геологическому зданию пристроили потрясающее географическое, ну, геологическое здание, вот, в котором я очень часто принимаю обеды, вот, когда я одна. Вот, у нас еще тут красивый такой проходик, вот, это, вообще, мое любимое место, с таким потрясающим видом на биосайенс, вот это вот квадратное здание, там у нас душа приезжает, вот это огромная-огромная башня, на крыше которой оранжерея. Буду здесь, короче, больше моего лица, и стоило оно мне 6 фунтов, но оно, ну, оно очень большое. Так, короче, я подъедаю свое, свое буддите, о, в своем любимом коридоре вот здесь вот, вот это мой самый излюбленный принтер, который мне все время все печатает. Здесь всегда так тихо, и никого нет, вот прям уж такой коридорчик, я могу тут посидеть в телефоне, поесть, попечатать. Вот, я считаю, что это, в принципе, моя комната, вот это все. Итак, короче, следующая моя остановочка, это выпить мачи с чугуба. Итак, часть дня, почти все студенты ушли на обед, и я осталась одна в комнате в лаборатории, вместе с, наверное, четырьмя-пятью человеками, из тридцати, наверное, и, оказывается, у демонстратора меня нанял университет, как, ну, работника университета. И для того, чтобы все было легально, мне, оказывается, надо пройти какие-то квизы про дата протекшн, про IT-сервисы, которые у нас есть, и еще каким-то двум дополнительным, ну, точнее, не Криза, это курсы, такие коротенькие и в конце квиз. Вот у меня она уже просрочена 12 дней, вот я сейчас прохожу, тесты различные, но на самом деле это очень хорошая штука, информация, которая здесь сложная, и здесь написано, что там без разрешения нельзя делать видеофотосъемку студентов, если ты это делаешь, ты должен формировать, для чего это будет использовано, где это будет использовано, и все такое, поэтому, ну, я стараюсь придерживаться местных правил, и я не могу приходить студентов снимать без их разрешения, вот, а типа спрашивают разрешения, это их отвлекается от работы, они там будут, как бы, внимание обращать, с телефона я хожу или нет, поэтому я так стараюсь издалека их всех подснять, вот, и не мешать учебными подсердственными блогами. Ну вот, наконец-то я и дома, парой закончилась сегодня в 6.45, потому что многие посеяли культуру достаточно поздно, и должно пройти 3 часа, как минимум, после того, как можно будет уже индуцировать, и вот поэтому мы сидели, все ждали, пока это время наступит. Но все прошло успешно, безо всяких инцидентов, вот, и я была рада, как бы, остаться over time, потому что это была моя последняя пара, это все очень трогательно, вот, я хотела посидеть со студентами еще немножечко, просто побыть рядом, порадоваться то, что вот этот весь путь, который я прошла в своей аспирантуре, он получился таким, как я хотела. Я очень хотела подрабатывать помощником преподавателя, я не знала, правда, как это, пока я не поступила в университет, и я на самом деле очень выросла, я очень изменилась, благодаря вот этой возможности преподавания, я гораздо более стала в себе увереннее, более открыта к людям, и, ну, мне кажется, я развила в себе лидерские качества, те, о которых я не знала, и университет дал мне такую возможность потрясающую, поработать со студентами, пообщаться с ними, ну, понять, что, в принципе, я могу руководить, я могу направлять людей, я могу поправлять людей, и я поняла, что у меня есть достаточно знаний, которые я могу передать и вот поделиться этими знаниями с другими людьми, и они станут знать чуть-чуть больше после общения со мной. И на практику, мы, кстати, студенты задавали мне не только вопросы там по протоколам, но ещё и про мою аспирантуру, им тоже было интересно, что я делала до аспирантуры, как я вообще попала в аспирантуру, о моём опыте в индустрии, потому что многие хотят уйти именно туда, и вот они спрашивали, чем мне нравится аспирантура, чем мне нравится индустрия, чтобы я могла им посоветовать, и мне кажется, это вот очень было важно для меня понять, что мой личный опыт, он тоже кому-то интересен. Я на самом деле надеюсь, что это видео тоже вам было интересно, и если вы хотите преподавать в университете, обязательно делайте это, если у вас есть такая возможность. Я открыла прям новую версию себя, и я очень этой версией довольна. Если бы не было в моей жизни вот этого опыта преподавания, который у меня был, я бы была немножко другим человеком. Поэтому дерзайте, и всё у вас получится. Не забывайте, пожалуйста, ставить мне лайки, подписываться на канал, и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok